Венчурный филантроп, социальный предприниматель и просто замечательный человек Рубен Варданян. Давайте поаплодируем нашему гостю. И руководитель ивент-компании «Подъежики», основатель одного из самых мощных форумов мировых «Атланты» Михаил Воронин. Миша тоже, встань, пожалуйста. Долго говорить не буду, прошу поставить видео, друзья. Рубен Варданян. Это связано с историей российской финансовой индустрии. Рубен инициировал создание бизнес-школы Сколково и является одним из партнеров-основателей. Значительную часть своего времени Рубен Варданян посвящает проектам, связанным с развитием инфраструктуры благотворительности в России в рамках созданной им компании «Филин», а также вопросам преемственности и управления благосостоянием в рамках компании «Феникс Эдвайзерс». Такой у нас сегодня гость, с которым можно будет сегодня познакомиться. Обсудить очень многие темы. Основная тема, которая сегодня заявлена, это предназначение предпринимателя, роль человека, который создает ценности в этом обществе. Это благодаря предпринимательству мы с вами пользуемся телефонами, ездим на машинах, смотрим телевизоры и имеем возможность развиваться в лучших частных бизнес-школах. И сегодня понятие предпринимателя переосмысливается о роли предпринимателя в обществе, о том, какую миссию общественную несет предприниматель. Давайте познакомимся, друзья, с вами. У нас сегодня здесь представлены кто из зала действующие предприниматели, друзья? Кто предприниматели? Отлично. Кто хочет стать предпринимателем, друзья? Отлично. Я думаю, что такой концентрации для России редкость, потому что у нас в России сейчас 6% предпринимателей и только 2,5% численности населения тех, кто хочет стать предпринимателями. И у нас здесь есть лучшие студенты нашего института, которые получили возможность посетить данное мероприятие. Кто они? Кто здесь наши студенты, друзья? Да, отлично. У нас даже есть и взрослые студенты, я смотрю, которые всегда говорят, что в институте первые 10 лет сложно проходит, потом уже учеба проходит намного легче. Поэтому формат нашего сегодняшнего мероприятия следующий – это выступление Рубена Варданяна, это выступление Михаила Воронина. Пожалуйста, готовьте свои вопросы. Мы сделаем открытый микрофон. Микрофон будет находиться вот здесь, то есть когда мы перейдем к стадии вопрос-ответа, нужно будет подходить и задавать свои вопросы. Я приглашаю на эту сцену нашего главного гостя, Рубена Варданяна. Спасибо. Рад вас приветствовать на этой сцене. Тоже очень рад приветствовать. Добрый день всем, доброе утро. Всех рад приветствовать. Тоже для меня большая честь быть в Казани. И радость, потому что я очень много лет уже приезжаю в Татарстан. И для меня это очень регион близкий и количеством друзей, и проектов, и энергетика, которую я заряжаю здесь, это фантастическая здесь энергетика. Вам очень повезло, что вы учитесь и работаете, и живете в прекрасном регионе под названием Татарстан. Я хочу вам сказать, что я вам искренне за вас радуюсь, потому что вы действительно один из лучших примеров того, что можно сделать, несмотря на все сложности и на все различные периоды в стадии современной России. Поэтому я хочу сказать спасибо за приглашение, спасибо за то, что есть такая возможность. Я первый раз в этом зале, фантастический зал, и очень рад буду поделиться с вами своим опытом, знаниями и, может быть, какими-то мыслями, которые окажутся для вас интересными, для принятия ваших же решений о вашем будущем. Ну что? Мы построим работу следующим образом, это ваша презентация. А можно эту дверь закрыть? Да, конечно. А я предлагаю всем стоящим... А здесь свободные места еще есть впереди. Еще немножко есть. Не много, но есть. Я хотел бы буквально минут 20 рассказать о своем видении будущего. И, может быть, этот разговор позволит нам потом перейти к более конкретным темам и вопросам, и поможет вам, некоторым из присутствующих в зале, ответить на вопросы, которые вас мучают сейчас многие. Я очень рад, что здесь много предпринимателей, людей, которые хотят стать предпринимателями. Но давайте быть честными. Во-первых, в этом нет необходимости, чтобы весь мир был бы только из предпринимателей. Предприниматели – это достаточно уникальная категория людей, которые обычно достаточно маргинальны. Маргинальны в том смысле, что они являются очень небольшим процентом от общего количества людей, проживающих в обществе. И это нормально, потому что предприниматель ведет себя неестественно для человеческой природы. Что такое предприниматель? Предприниматель – это тот человек, который хочет выйти из существующей зоны понятной, комфортной, и сделать что-то по-другому. Или который не успокаивается, пытается что-то создать новое, по-другому сделать, или ту же услугу оказать еще лучше. То есть это человек, который пытается уйти из стабильности. Мы, как люди нормальные, все мечтаем о стабильности, о предсказуемости. И более того, для нас это естественное состояние. Поэтому предприниматель, в принципе, такой траблмейкер, да, человек, который создает проблемы. Потому что он не только делает хорошее, но еще он своей энергией шебуршит. Это много очень движений, иногда и положительное, и отрицательное. В этом смысле предприниматель – это не только тот, кто создает новую компанию, это небольшая фирма или большая, а это еще предприниматель может быть и на госслужбе, и на большой корпорации. Это люди, которые реально думают вне ограничения тех, которые поставлены сегодняшними стандартами, формальными или неформальными. Так получилось, что мы сейчас живем в эпоху очень больших изменений. Но как люди, которые живут в эпоху изменений, мы это не всегда осознаем, что эти изменения происходят не в один день, а так плавно. Да, условно говоря, мало кто помнит, что не было мобильных телефонов. То есть люди ставили в очереди за фиксированной связью, чтобы иметь телефон. А сейчас уже мобильные телефоны уходят в прошлое, и это все происходит в наших глазах. На видеомагнитофон у меня вот товарищ из города Находки, он видеомагнитофон, привезенный из Японии с телевизором, обменял на двухкомнатную квартиру. Это сложно себе представить, но это было всего начало 25 лет назад, 30 лет назад. То есть мир меняется очень сильно, мы это чувствуем, но при этом мы живем в текущем режиме. Я хочу вас немножко погрузить в мое представление о том, что происходит в мире. Я не знаю, будет ли видно на экране все, потому что все-таки далеко висит экран. Основной посыл, о которой я хочу сказать, что мы живем в эпоху глобальных перемен. И эти перемены реально можно назвать идеальным штормом при одном маленьком условии. Но, конечно, мы живем в мирное время, и это фантастически нам повезло, что мы живем 75 лет, практически больше, уже без глобальных войн. Есть, к сожалению, конфликты региональные, есть отдельные внутренние конфликты в нашей стране. Но, в целом, без глобальной войны и без глобальных каких-то серьезных катаклизмов, в том числе, связанные с массовыми заболеваниями, пандемиями и так далее. Но если убрать это, и, конечно, мы живем в мире, который дал удивительные возможности экономического роста, развития, всего основного. Но если посмотреть, что происходит реально в целом во всей экосистеме человеческого общества, то мы имеем... Работает? Не работает. Да, работает. На самом деле, демографический дисбаланс. Мы имеем удивительную ситуацию. Старение Европы из-за медления темпов роста населения в Америке, проблемы в России с демографическим ростом, у нас то же самое население последние 28 лет не меняется. При этом очень большой рост в Шарах и Юго-Восточной Азии, в Латинской Америке, и этот дисбаланс только растет. На самом деле, очень интересная проблема, которая вас, наверное, волнует, это исчезновение профессии, к которой мы все привыкли. То есть, профессии, к которой мы изначально понимали. Вот мы поступим в университет, завершим его, и дальше будем всю жизнь работать по этой профессии. Сейчас мы живем в мире, когда мы все озабочены тем, или сами, или наши дети, какие профессии выбирать, почему эта профессия... Словом говоря, кто верит, что блокчейн рано или поздно станет системой, которая будет доминировать, да? Многие, кто верит, что блокчейн будет? Окей. А кто из вас учит сейчас, если пытается стать аудитором или бухгалтером? Ну вопрос, зачем, да? Если будет, например, аудитор, если все будет, информация у себя будет храниться через блокчейнную систему, то уже аудитор, который проверяет, подтверждает данные, то не будет необходимости в сегодняшнем формате. В другом формате он будет нужен, но не в сегодняшнем. И вызов, какие профессии будут нужны, какие профессии останутся долго. То есть, мы имеем период, когда это всегда было. Фонарщики, которые освещали улицы Санкт-Петербурга или Казани, исчезли, появились там или там вождь, и карет, поменили на таксистов. Таксисты, наверное, на Uber. Понятно, что этот процесс идет бесконечно, но вот сейчас мы попали в период, когда это происходит массово и по очень многим направлениям, потому что произошло технологическое еще серьезнейшее изменение. Мы идем из индустриального общества в креативное общество. Ну потому что сложно себе представить, что можно было бы WhatsApp. Кто пользует WhatsApp? Окей. А кто проходил финансовые уже, финансовые курсы, то есть вы прошли финансовое бизнес-планирование? Ну все, очень хорошо. Как вы можете мне объяснить? Как может стоить компания, если вы не знаете ее название, у которой нет бизнес-модели, которая не имеет ни копейки доходов, которая не видит в будущем, какие будут доходы, и ее покупает за 20 миллиард долларов? Ну как так? У нас же всех учили, да? Прибыль, и беда, оценка, идук вы имеем. То есть мы имеем совершенно новый формат того, когда оценка того, что мы привыкли, и как это должно быть, происходит в совершенно других форматах. И это потому, что мы не ходим из индустриального общества, где был завод, фабрика, четко, капекс, производство, гибестоимость. Уходим в креативное общество, где выучается количество клиентов важнее, чем какие продукты продаешь, и много чего другое. Я хотел бы сказать еще несколько слов, буквально об этом слове, потому что он важный. Иерархическая модель, сетевая модель, и потребительское общество, и экономика совместного пользования. Кто из вас пользуется Uber? Почти 100. Ну, там, где-то такси и так далее. То есть мы имеем сейчас ситуацию, когда раньше мы мечтали иметь, там, ну, там, кто что, там, неважно, машины, там. И только поясняю, что это можно, на самом деле, не надо иметь Bentley, ты можешь заказать, приедет водитель Бентли, тебя отвезет, и ты совершенно спокойно на той ситуации, когда им не нужно было Рольс Роллс или Бентли, ты можешь получить эту услугу. Или, там, через Netflix, тебе не надо покупать каждый раз фильм, ты покупаешь доступ сразу к определенному информационному полю. То есть ты имеешь совершенно другой механизм, где отдыхать ездить. Не надо иметь огромное количество домов в разных точках мира, или, там, мы можем жить в лучшем доме, потому что кто-то с ними оставил на неделю. На самом деле, вот этот переход от капитализма к талантизму, или от конвейера к системному хаосу, и от одного двухполярного мира к многополярному, и массовая, там, смена владельцев капитала, это все отдельные процессы, которые происходят вокруг нас, они все вместе дают очень большую турбулентность. Потому что турбулентность означает, что мы все находимся в беспокойном состоянии. Мы все находимся в состоянии, и все равно это большая возможность. Любой кризис это возможности. Но здесь не кризис, здесь тектонистские изменения. Я хотел вам об этом сказать, что это отличается от кризиса, когда происходит кризис. Здесь просто качественные изменения, что вот модель, к которой мы привыкли, как мы привыкли раньше, там, в советской системе, надо было, главное, произвести, никого не волновала себестоимость, и никого не волновала продажа. И поэтому мы очень долго умели очень хорошо провести самолеты, которые были безумно надежные, но при этом совершенно неэффективны, что топливо сжигалось в три раза больше, чем надо. Потом пришли капитализм. Мне очень важно было произвести продукт, правильную себестоимость, правильно его продать, маркетинг, и все. Все так выясняется, что продукт тоже не важен, важен клиент, да. И вот это системное изменение очень непростое. Что происходит с нами в результате всего? Мы все боимся неопределенности. Мы из-за этого начинаем, на самом деле, расти изоляционизм. Мы хотим, на самом деле, как можно спрятаться в домике, закрыть границы, построить стены, особенно успешные страны. Мы хотим, на самом деле, в любом варианте, на самом деле, парализуют людей, мы не пытаемся найти там, мы пытаемся найти самые простые решения. Самые простые решения объясняют все миру, вот это плохое, это хорошее. И жесткая поляризация, да. Кто из вас имеет паспорта зарубежные? Можно поднять руки? Ну, подавляющее. Кто из вас в прошлом году выезжал за рубеж? Ну, большинство. Но вы понимаете, понимаем ли мы все, в случае в этом зале, что мы живем в стране, в которой 145 миллионов населения, в котором, если я не ошибаюсь, около 16 миллионов паспортов выдано, и только 5 миллионов человек выезжало за рубеж в прошлом году. То есть мы говорим о том, что, условно говоря, мы живем в стране, мы общаемся, мы коммуницируем, и мы пытаемся рассказать о каких-то своих мыслях с людьми, которые совершенно по-другому сводят на то, что происходит с нами. Для нас вот здесь сидящих, мы все из одного сообщества, а вот есть огромный круг, наверное, больше, за пределами этого зала, которые совершенно по-другому смотрят на то, что происходит. И эта поляризация, чтобы вы понимали, в Америке, в стране иммигрантов, 48% американцев не выезжали за пределы своего штата. Не из страны. То есть страна, которая была основана на основе иммиграции, и это основной драйвера успешности Америки, а половина населения не выезжала за пределы своего штата и не хочет. И вот эта поляризация, на самом деле, очень страшная вещь. Настоящая уязвимость, популизм, поляризация, потеря доверия ко всем институтам. А вот доверие к институтам. Ну, доверие к институтам означает следующее, что вы доверяете, что придя в любой институт, неважно, это университет, это больница, или это религиозный институт, или международный суд, вы получите одинаковое отношение, независимо, какая ваша фамилия, и откуда вы пришли, по связям или без связи. Мы знаем все прекрасно, что мы настолько не доверяем институтам, что мы ездим в больницу на другом конце города, потому что у нас знакомая медсестра в совершенно другом отделении, которое нас волнует, но оно точно сдает другого доктора, который нас поведет к другому, и дальше мы таким решаем проблему. Уровень недоверия настолько большим институтам, что мы пытаемся решить все через профессиональные отношения, и это не только в России, это во всем мире. То есть мы имеем ситуацию, когда вот эта неопределенность, извините меня, приводит к тому, что мы все пытаемся по-своему реагировать, и эта реакция обычная у большинства людей, не у нас здесь присутствующих, потому что мы предприниматели, мы никто не боимся, мы хотим. Это страх, изоляция, закрыться, спрятаться, не вернуться в прошлое. Почему Трамп был так популярен в Средней Америке? Потому что он говорил Great America again, то есть вернемся в Старую Америку. Потому что в Старой Америке те люди знают выжить. То есть мы знаем точно, как мы выжили в Советском Союзе, как мы выжили, мы забыли то, что мы там стояли в очередях, даже то, что мы не забыли, все равно мы знаем. Мы тогда знали, как приспособиться, как найти механизм выживания. Какой у вас выбор? У нас есть выбор, ребят. Выбор у нас не такой большой, как ни странно. Если вы согласны с таким, что у нас происходит, выбор у всех у нас три. Первое, мы в домике. Я хожу на работу, минимально интерактив с внешним миром, не смотрю телевизор, не смотрю только сериалы, не смотрю, что происходит. Я хочу спрятаться, чтобы менять, или минимизировать мой контакт с этим меняющимся миром. Я хочу спрятаться, насколько это возможно, с тем, чтобы обезопасить свою семью, себя. И это нормальная реакция какая-то часть людей. Больше человек говорит, что я могу сделать. Я маленький человек, я не очень богат, у меня куча проблем. Я что? Я тоже буду как все. Вот как все такие я. Будем плыть по течению, что будет, то будет. Это большинство. Есть очень небольшой процент, который говорит, окей, может, мои изменения будут на один микрон, банановские технологии минимальные, какое там есть измерение. Вот я на это воздействую изменения, но я это сделаю. И мне это хочется. Это вот мой выбор. А что я хотел сказать? Это мой осознанный выбор. Почему я сегодня здесь перед вами? Потому что я хочу через это выступление, через другие формы, через бизнес-форумы Атланты, через другие проекты, которые мы делаем с моими коллегами в бизнес-школе Сколково. И других сделать так, чтобы мир изменялся в ту слову, мне кажется, лучше, которую мне кажется. Поэтому у меня выбор вот такой. Но теперь мы поговорим о том, что мне кажется, важно, что вам, окей, хорошо, я выбрал, я даже не буду спрашивать, кто из вас, какого сейчас сделал выбор, вы сами о себе подумайте. Но будем считать, что большинство здесь присутствующих выбрали модель мою. Она вам нравится, вам кажется, что раз Рубен успешно, можно тоже попробовать. Теперь давайте спросим, а что для того, чтобы быть успешным в этой модели, я должен уметь делать и должен быть готов. Вот здесь написано, опять я понимаю, что нечитаемо для вас в зале сидящий, но картинки симпатичные, но невидимые для вас. Давайте я вам просто пройдусь. Итак, первое. Выйти из зоны комфорта, не бояться упасть и снова подняться. То, что вообще очень непривычно. Мы все боимся неудач. Мы все боимся потерять лицо. Мы не такие азиатские страны, как Китай или Япония, но тем не менее, у нас тоже неудобно. В Тадостане это тоже очень сильно. А что скажут люди? Мнение. И поэтому упасть и снова подняться, это очень непросто. Тем более, я хочу сказать еще раз, очень важную вещь, связанную с эмоциональной оценкой неудачи и удачи. Я не знал этого, но оказывается, что мы эмоционально переживаем удачу в два раза менее сильно, чем неудачу. То есть каждый раз, когда у нас происходит неудачное что-то, мы в два раза более сильно переживаем, чем когда удачу. Поэтому человек предпочитает не иметь удачу, чем иметь неудачу, потому что он говорит, что эмоционально это намного в два раза больнее. Это оценка. В этом смысле, упасть и снова подняться, это очень непростая вещь. Давайте поговорим о том, что на самом деле тоже очень важная мысль, нестандартно мыслить. Условно говоря, мы все, мы говорим, вот так у нас принято, у нас по-другому нельзя делать. А почему так? Ну, потому что так было принято всегда. И при этом мы не замечаем, как быстро все меняется, как быстро в друг мир, который казался, что так только можно, а можно оказываться по-другому. А почему нельзя попробовать вот так? А почему нельзя то, что делали все, условно говоря, по одному, сделать по-другому, и вдруг выясняется, что всю жизнь был Макдональдс, и Макдональдс делал бургеры, гамбургеры и так далее. И вдруг сейчас появилось огромное количество бургерных, и вдруг стали популярными, и огромное количество бургерных открылось. Маленький пример того, как оказалось то, что уже 100% был доминанта Бургер Кинг, и в Макдональдсе появляются бургерные, которые совершенно по-другому тот же самый продукт начинают делать. Мультикультурность. Как я сказал, мы все ездим по всему миру, мы можем это сделать, это огромное преимущество, но на самом деле это готовность узнать и понять другую культуру, вообще разнообразие, это является одно из ключевых отличий людей, которые хотят что-то менять, потому что обычно это конфликтность. Мы, ты белый, я красный, ты не знаю, ты за кого, значит ты против меня. Конфликтология, это очень сильный мотивирующий момент, потому что через конфликт происходит усиление всех ресурсов, и в том числе и страх, и конфликт это стимулирующий прыгать дальше, бежать быстрее, но он имеет очень большую угрозу, а что это всегда противостояние. То, что я говорю, что мультикультурность, вообще разнообразие, гибридность, то, что будет будущее, требует совершенно другой ментальности, другого понимания. Это, наверное, самое главное, одно из вещей, это быть любопытным, любознательным. Как сказал Аристотель, любопытство – это основа познания. Если мы не любопытны, если мы не учимся, если мы не постоянно… То есть, понятный вывод, который сейчас существует для всех нас, нравится вам или нет. Мне 50 лет, я прекрасно понимаю, что не знаю, чтобы мне Бог отпустил в моей жизни, но до конца своей дня я буду учиться. То есть, та модель, когда я учился в школе, потом в университете, и потом я дальше буду всю жизнь работать по своей профессии, и это закончилось. Потому что, чтобы остаться реально в сегодняшнем мире успешным, должен учиться все время, и этот процесс будет идти вечно. Адаптация к изменяющимся условиям, и на самом деле мы об этом поговорим чуть больше. Толмач-коммуникатор, широкий набор навыков, глокальный человек, но при этом быть последовательным, планировать жизнь на 25 лет вперед и учиться на протяжении всей своей жизни. Вы скажете, какой-то абсурд, как можно в условиях неопределенности быть последовательным и планировать свою жизнь минимум на 25 лет. У кого есть взгляд на себя на 25 лет вперед? Кто из вас… Окей, супер, я вас поздравляю, это очень хорошо, потому что я думаю, что это может быть ошибочный взгляд. Может быть, на самом деле вы потом понимаете, что то, что вы сделали, вы даже по-другому своё взгляд, но он вам помогает сегодня принимать решение. Я вам хочу привести один пример, он самый простой, но он реально поможет вам понять, что это не так глупо, как кажется на первый взгляд. В 83-м году, мне было 15 лет, я учился в школе в Армении, хорошо учился. Я стал думать, а что я хочу в своей жизни? Я сказал, я хочу точно несколько вещей. Не хочу на госслужбу, не хочу на госслужбу, не хочу по партийной лирине, не хочу в военно-промышленный комплекс, не хочу в разведку, хочу продавать свои мозги, хочу оставаться в творческой и технической интеллигенции, нравится образ жизни моего отца, который был профессором архитектуры, мой дед профессор истории, буду профессором. И я на самом деле сказал, для этого надо мне поступить в лучший вуз Советского Союза, закончить его, защитить кандидатскую, вернуться в Армению и преподавать, и стать профессором, как мой отец, как мой дед. И я, ну, для этого придется поступить в партию, потому что я хотел экономически становиться, я не мог рисовать, даже не в отличие от моего отца, я не мог рисовать хорошо, я не обладал как маэстро творческим талантом, он писал стихи, пишет стихи и прекрасную музыку. Я понял, что для меня надо идти в более такую приземленную профессию. Я выбрал экономистом, пришел к родителям, говорю, хочу. Они говорят, нет, в Москву не поедешь, мы оба учились в Москве, поедешь только когда уже в аспирантуру. Я долго, очень устойчиво, жестко пытался это все-таки добиться, поступил в МГУ, поехал в 85-м году в Москву, в университет, экономический факультет, через год в армию, в армию вступил в компартию, вернулся из армии, понимая, что все, что я планировал, никакого отношения к будущему не имеет, потому что, на самом деле, мир рушится, Российский Союз меняется, будет рыночный экономик. И тогда я сказал, окей, тогда давайте очень просто. Если я понял, что карьера, которая осталась в 83-м году, остановилась год-полтора, когда я думал, а что будет в этой ситуации с Российским Союзом? Я сказал, будет два варианта. Или Российский Союз развалится, или вернется обратно в коммунистическую систему, и это будет кошмар, и будет полный коллапс, и это будет рыночная экономика. Если будет рыночная экономика, значит, будет какие-то вместо госплана, будет фондовый рынок. Вместо каких-то других институтов будут появляться другие институты. Вместо фондового рынка будет фондовый рынок, институционный банк, продажа мозгов. Опять, то, что мне интересно, международное признание. И я так попал в тройку. То есть, неопределенности, они могут быть. Но как только ты определился, и дальше ты 25 лет говидон смотришь, и твоим обратным ходом принимаешь решения. В 91-м году я работал в хорошем крупном банке. Получал оплату 1000 долларов, ну, эквивалент. Это были безумные деньги тогда. Поверьте, мне, как студенты третьего курса, завидовали так, что вообще и банк был очень на слуху, и это все было очень круто. Но я ушел от этого банка, перешел в маленькую компанию, кому неизвестно, тройка «Диалог», и получал заплату в 100 долларов. С точки зрения 6 месяцев или года, это бессмысленное упражнение. С точки зрения говидон 20 лет, это было имело смысл. Потому что я хотел работать в международном секторе, где я хотел научиться от международных профессионалов тому, что мы делаем в инвестиционном банковском бизнесе. И поэтому это очень важно. Когда ты имеешь 20 лет планирования, ты можешь реально, на самом деле, принимать некоторые очень непростые решения, как и на сегодня и сейчас. Возвращаясь, мне кажется, этот вопрос ко всем вам, где вы можете этому научиться? Где можно научиться выходить в зону комфорта? Где можно научиться быть мультикультурными? Где можно научиться вот этому процессу различным навыкам диверсификации знаний и так далее? Услово говоря, кто из вас на прошлой неделе общался с художниками, поэтами, артистами? То есть, со всеми людьми, со всеми не связанными с вашей профессией. Вот кто из вас? Медшество, да, подавляющее. Кто из вас там последние месяца три заходил на сайты и читал про темы, например, там, связанные с, совершенно не связанные с вашей сегодняшней работой? Вот я надеюсь, что это все вам просто для размышления, что вы должны сами понять, хотите вы, на слово вы хотите, готовы к этому или не готовы. Я поэтому сейчас не буду дальше продолжать это все долгое выступление. Я хотел бы... На самом деле, одно из важных вещей. Нам кажется, что у нас что-то новое. Я хочу сказать, что это тоже иллюзия большая. Все, что происходит с нами, происходило в истории человечества не один раз. Например, борьба между сетевой системой и институциальной системой, очень простой пример, я очень буду приводить. Греческие полюсы, все знаете, в античные времена, они состояли из огромного количества городов, которые между собой должны были договориться, чтобы выставить армию и воевать против Персии. Персия имела четкую социальную систему одного шаха, который возглавлял все это дело, и армия была четко подчинена. И вот эта вот сетевая организация под названием полюсы воевала против, защищала от Персии успешно несколько сотен. То есть сетевая организация не новая вещь. Она была, и то же самое было, в феодальные времена гранзейские купцы торговали между собой, подписывая бумажки между Данцингом, Таллинном, Гамбургом, еще и такими городами. В принципе, как биткоин, только вместо биткоина электронных была бумажка, где написано, что я такой-такой-то должен такого-такого-такого-то сумму денег. И дальше эта бумажка ходила несколько лет между разными людьми и не являлась ценной бумагой, и мне ничего нельзя было сделать, но это был документ, который позволял этим людям между собой рассчитывать. То есть на самом деле, если мы подумаем серьезно, выясняется, что очень многие вещи, которые нам кажутся очень новыми, на самом деле не являются новыми. То есть то, что очень хорошо. По-другому. В Римской империи граждане Рима не работали. 80% граждан Рима ходили не в Колизей, а на скачки. 25 тысяч человек ходили, смотрели скачки там весь день, или гладезовские бои. Хлебоизрелищ там, да? 20% рабов и привлеченных работал и обслуживал 2% элиты, которые продали меры. То есть то, что нам сейчас пугает, что нас ждет такое общество, оно уже тоже было. Оно тоже функционировало в своих ограничениях, своим, но это уже тоже было. Поэтому я остановлюсь, просто буквально еще один слайд, два. Чем я занимаюсь? Это вот образование, глобальная миграция, цель устойчивого развития. И главное, я занимаюсь темой семьи, связанной с тем, что нам предстоит в России, передача наследства, передача знаний, передача памяти о своей семье, передача следующему поколению, в том числе, как люди помнят о тебе через благотворительные проекты. У нас есть много проектов, которыми мы занимаемся. Например, у нас есть компания Филин, инфраструктура и филантропия, которая сейчас уже помогает, является бэк-офисом для 52 благотворительных фондов, которые мы помогаем просто правильно управлять фондами, которые должны делать благие дела. Но при этом у них нет профессиональных людей и так далее. Мы делаем специальную компанию, здесь компания занимается связанная с наследством, завещаниями, все, что нам нам предстоит оставить следующему поколению. И бизнес Атланты, конференция, клуб, это все о том, чтобы на темы предпринимательства, частная собственность вообще стать основной темой разговора России. Я очень рад, что эта тема становится популярной, очень рад, что большой интерес у молодежи к этому, но очень важно, чтобы эта культура развивалась бы и продолжалась бы. Я сказал про свое мнение, какая самая крупная сетевая организация, вы знаете, как вы думаете, какая самая крупная сетевая организация, не религиозная. Фейсбук, наверное, нет, ФИФА. Фейсбук, в основном ФИФА, это лучшая крупная сетевая организация, которая организована над государственным уровнем, является по своим доходам десятки миллиардов долларов, абсолютно не контролируется никем. Менеджмент в этом есть проблема сетевая организация, если очень, потому что страна под названием принятый табако имеет такой же голос, как и Германия. И в этом смысле сетевая организация одна из минусов, что если ее неправильно организовать, то менеджмент получает такой контроль, что может манипулировать некоторыми вещами. Но тем не менее, крупнейший Олимпийский комитет и ФИФА, пример сетевых организаций, которые работают. Я не буду вас здесь смучать всем этим. Основное, что мы делаем, мы пытаемся сделать большие якорные проекты, создать сеть людей, которые между собой здесь и взаимодействовали бы, и пытаемся создать платформы, которые помогали бы в этой реализации. То есть мы пытаемся сделать связанное все, что с человеческими талантами, создавая, то есть мы хотим раскрывать и развивать человеческие таланты, создавать для этого эффективные инструменты и совокупность, мы формировали там экосистему. Я не буду сейчас долго об этом говорить, потому что это много, но я хотел бы, мы на самом деле, самое главное, мы верим в эту модель, что мы, объединяя людей, можем создавать интересные проекты и потом их реализовывать. Это наша философия, которую мы реализуем через большое количество проектов, которых вы можете узнать как во время бизнес-атлантов конференции, так и через наши сайты, через наши личные формы коммуникационные, которые мы использовали для того, чтобы быть частью этого пространства. Мы специально называем не корпорация, не холдинг. У нас больше 60 проектов, но они все между собой связаны не тем, что я владелец всего, а в том, что они между собой связаны одной общей идеологией. И в ГИДе я являюсь собственником, ГИДе я не являюсь собственником, ГИДе я являюсь миноитарным собственником. Но все эти проекты об одном. Как сделать так, чтобы человек, который станет главным активом и главным движущей силой развития общества в 21 веке, не только получал бы хорошую компенсацию, не только получал бы название своих должностей, которые позволят ему показывать, что он вырос в иерархии, а был бы еще счастливым, удовлетворенным, и его семья была бы тоже нас защищена и имела бы возможность получить хорошее образование и хорошее медицинское обслуживание, и при этом имела бы еще возможность для развития. Вот то, чем мы занимаемся. Я прошу прощения, что у меня получилось длиннее, чем я обещал, 20 минут, но тем не менее, я надеюсь, какие-то мысли я для размышления вам дал. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо, Рубен. Я хотел бы пригласить присесть, если удобно. Нет, лучше стою. Он очень глубокий. Тогда я начну с модерированных вопросов, потом мы перейдем к вопросам из зала. Во-первых, мы находимся в образовательном учреждении, и я сам являюсь отличником, золотой медалью закончил школу, и для меня была всегда загадка, почему часто путь именно отличников с красным дипломом обычно путь управленцев. Мы, наоборот, обычно помогаем зарабатывать предпринимателям от деньги, а те, кто был троечником в школе, они умеют коммуницировать, они умеют договариваться, и они начинают строить бизнес. То есть бизнес 90-х годов, они построены не отличниками в целом. Поэтому нетипичный путь предпринимателя, как вы демонстрируете своим опытом, расскажите, пожалуйста, каким образом отличник с красным дипломом стал предпринимателем. Понятно. Ну, я думаю, что частично на этот вопрос я уже немножко ответил, сказал, что есть две модели. Встроиться в систему и понимать правила игры. То есть отличник обычно понимал, как надо уметь сдавать экзамены. Отличник понимал, что надо делать, чтобы получить правильную, условно говоря, оценку, и для этого надо бы знать, учиться, но тем не менее другие вещи. И в этом смысле отличник изначально не готов был выйти из зоны комфорта или сделать что-то неправильное. Работает в системе. Да, работал в системе. Поэтому я хочу сказать не только в России, хочу расстроить всех отличников, и выпускников Гарварда, и всех остальных. На самом деле, если вы посмотрите в список Fortune 500, это там 500 крупнейших компаний мировых, 75% CEO этих компаний не имеют MBA или не имеют MBA неизвестных университетов. 75%. Но если вы посмотрите в минус один менеджмент борт, членов правления, 90% имеют MBA, топ университетов, топ. То есть, на самом деле, вы правы, что абсолютно мы готовим, на самом деле, не только здесь, во всей системе готовится, почему и Цукерберг, и все остальные, и Билггельс. Потому что только ты в системе, ты говоришь, а вдруг так нельзя, а что скажут, если я так сделаю, а мне... И в этом смысле, это обычная модель. Я просто был необычным отличником, у меня были двойки, меня выгоняли за драки, я был таким траблмейкерсом, и одновременно... Меня очень любили, потому что я был и членом Комсомола, и играл в Ковене, Ереванский медицинский институт, потом он встал, из этого вышел. Я играл на самом деле Арбенина, я занимался спортом, у меня был гиперактивным. То есть, у меня была гиперактивность, которая мне отдавала разнообразие. И вторая вещь очень важная. Потому что ты отличник, ты говоришь, нет-нет, у меня только уроки, нет-нет, еще другим заниматься не могу. Извиняюсь, да, извините, я отличник только в одном. Да-да-да, я вот такой вот здесь, а все остальное это не про меня. У них разнообразие, выйти из зоны комфорта, быть иногда пейн-ээсс, головной болью для учителей, которые не знают. То есть, мы убегали с уроков, и мне говорят, Рубен, ты секретарь Комсомол, как ты мог убирать с уроков? Я говорю, ну класс ушел, я тоже ушел. И это на самом деле для, ну и все, а у нас отличники сидели, я один уходил. То есть, у нас было пять отличников, вот четверо сидело, я уходил. И это непросто. Потому что тебя вызывают, потом говорят, как же так, ты же гордость школы, ты там все, Комсомол, там. Это очень простая и непростая ситуация. Поэтому вот это вот очень хороший пример того, как отличник, просто изначально модельчик отличника, это человек, который должен быть правильным, а предприниматель неправильный. Вот предприниматель неправильный. И почему проблема всех уголовных учений? Мы стандартизируем все, пытаемся сказать, окей, стандартизация, она приводит к тому, что ты любое отклонение, отклонение может быть не только положительное, и плохое может быть на самом деле отклонение, тут же отсекается. Насколько вот это решение, выбрать именно инвестиционный банкинг, стало определяющим в успехе? Нет, я не могу сказать, не было. Просто было понятно, я могу сказать, я был глубоко убежден, что пенсионные фонды и страховые компании, которых тоже не было, лучше, это длинные деньги, это намного лучше, когда ты на buy-сайт, чем на sell-сайт, когда ты реально инвестируешься, это много было, я все это прекрасно понимал. Но я точно так же прекрасно понимал, что у человека, у которого 20 лет, у которого нет ни копейки денег, у которого нет и связи с государством никаких, и как выстроить пенсионный фонд, это такое регулирование. То есть еще надо понимать реалистичность того, что ты делаешь. Словно говоря, входной билет в инвестиционно-банковский бизнес был намного ниже, чем в данном пенсионном фонде или страховой компании. И плюс еще проблемы вокруг этого. Поэтому, я должен сказать, у меня выбор, как место госплана, я поймал, что вот эти три вещи, чем на самом деле новые, которые появятся. И, к сожалению, там, это все заняло очень много времени для России, но этот процесс все идет. Но, тем не менее, да, я думаю, что инвестиционно-банковский бизнес был конкретно более связан с продажей мозгов, репутацией с одновременным понимаемым международным признанием. Рубен, следующий вот шаг в вашем опыте, это когда вы превратились из наемного топ-менеджера в собственника компании? Это хорошее, потому что я не знаю, что я не был собственником тройки делок с первого дня. Я пришел как наемный менеджер. Я получил 100 долларов. У нас был акционер, который вложил 35 тысяч долларов, американский бизнесмен. Я ему очень благодарен. Питер Дерби с русскими корнями, с женатом Натальей Трубецкой, который хотел построить инвестиционный банк. Я получил первый пакет акций в 96-м году. Как премию, да? Ну, как на работу, так уже глава. Я был 92-го года главой компании. Я получил 5% бесплатно, 5% я купил. Это все было достаточно сложно, оформляться, да, далее. Вы встали же в 23 года, да, директор? Да, я встал в компании, да, я встал в 23 года. Так получилось, да. Многим здесь в зале немногим больше, поэтому давайте поаплодируем, 23 года. Ну, тогда было проще, потому что никто никого не было. Все было настолько новое, что можно было, да, это очень сложно. Любой должен заниматься. Да, я перепрыгнул сразу с аналитиком на гендерритера, очень сложно так и писать. А можно так, да, то есть, ну, почему бы нет? Да, ну, никого не остался. Ушел гендерритер в Goldman Sachs, а мне не взяли как студента, я поэтому очень расстроился. По поводу, я не знаю, что хорошо, короткую, что хорошо, длинную, да. Я мечтал о Goldman Sachs, а меня не взяли, я остался в тройке. Но отношение к собственнику, я могу сказать, у меня всегда было отношение к работе, это моя компания. Я говорю, что сумасшедший, ты там не акционер, а ты относишься к своему собственному делу. И это вопрос, ну, как ты относишься. А в 2002 году же мы сделали менеджмент боя, вот выкупили у банка Москвы за большую сумму этот банк, фляп, кредит, деньги. Это закрытая информация? Какая стоимость была покупка? Нет, за 55 миллионов долларов акционер, американец, продал банку, эту сумму выкупили. В 2002 году это были безумные деньги, потому что после кризиса только-только все восстанавливалось. Это были такие, что даже представить, у нас был капитал 22 миллиона долларов, только-только восстановлен после долгих трех лет кризиса. И это было очень такое неочевидное решение, куда еще все пойдет в начале 22 года. Это очень-очень крутой шаг, и мы часто на фабрике тоже говорим о том, что у менеджмента есть возможность стать собственником даже той компании, в которой она работает. Представляете, то есть это смена мышления, стереотипа, когда ты в найме, работаешь в рамках и тут же становишься собственником. Давайте тоже поаплодируем, это реально очень круто. А сколько из 55 миллионов было ваших собственных средств вложено? Нет, нет, я дал личную гарантию, у меня все, что было заработано, я все положил. Ну сколько из 55 миллионов? Нет, там кредит банка. Кредит, да? Да, кредит. То есть мы, собственно, только репутация? Нет, 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 около 20 миллионов долларов все, что было заработано. Да, и своих друзей, которые в этом деле поучаствовали. То есть 35 было кредит, а 20 положили, положили деньги. Все, что было на самом деле, до последней копейки. Вообще, если говорить о деньгах, это измерение успеха, универсальное измерение успеха, как вы сегодня говорили, на бизнес-завтраке, да, то есть и деньгами можно измерить цифрами успеха предпринимателя, потому что это универсальное средство. Вот мы услышали, за сколько приобрели компанию в 2002 году, а в 2012 году вы ее продали. Правильно? Друзья, как вы думаете, за какую стоимость была продана компания за 10 лет прошло? Покупка 55 миллионов долларов. Миллиард 250 миллионов, да. Миллиард 250, да? 350. Миллиард 350, представляете, рост в 6 раз, да? Давайте поаплодируем. И эта сделка, она позволила вам как раз попасть в список топ-100 богатейших людей России. Ну, так, хотя это все очень условно, нужно сказать, в нашем бизнесе, особенно. И знаменитая шутка, когда американского миллиардера спросили, почему он не инвестирует в инвестиционные банки, он сказал, мне не очень нравится, когда мои все активы вечером уходят домой. Поэтому это, в общем, такая условная вещь, оценка тройки, там, и вообще там состояние, потому что очень много есть ликвидных активов, неликвидных активов. Это такая вещь. Мне кажется, Forbes, это, конечно, очень хочется, и очень хочется этот список как-то, чтобы был бы, но, мне кажется, он не очень правильный с точки не только в России, в мире. И это очень сложная оценка состояния, потому что если еще раз все меняется так быстро, то есть то, что стоило 10 рублей, может стоить ноль, и обратно, я бы сказал, я спокойно отношусь этим всем списком, потому что, на самом деле, это такая условная игра, такая детская. Как у кого длиннее яхта, или у кого там больше самолет. Это как раз говорит про ваше поколение, которое как раз лирится длиной яхт. Я тогда проиграл точно, у меня нет ни одной яхты, да. Да. И вот это вам позволило приблизиться к капиталу миллиард долларов, то есть по оценкам сейчас, которые пишут в средствах массовой информации, 950 миллионов долларов. И у нас среди предпринимателей очень популярен спорт, у нас очень много триатлетов, спортсменов профессиональных. И вот у нас есть наставник Айдарис Могилов, который всегда сравнивает миллиардеров с олимпийскими чемпионами. Вообще в мире в настоящий момент существует только примерно 2000 миллиардеров, 2000 человек, и примерно столько же за все время олимпийских чемпионов, которые когда-либо получали золотую олимпийскую медаль. И это говорит о том, что это выборка, ну, единицы, которые доходят до такого, до такого успеха. Вот я начинающий блогер, у меня много вопросов пришло, когда я готовился к нашей с вами встрече. И один из вопросов, действительно, какие шаги, вот успеха, которые вам дали такой результат. Вот есть ли ваше правило успеха, вот вашего жизненного пути? Как предприниматели? Мне кажется, еще раз, это вопрос, у каждого свой выбор и своя там дорога. Но вот ставить цель заработать какую-то сумму денег, это неправильная цель, на мой взгляд. Хотя у меня есть партнер, который это ставит для себя, как, в том числе, у меня есть человек, который говорит, если я миллион долларов в неделю не заработал, значит, я там как двойку получил. Не знаю, что он там их тратит безумно, но для него это очень важно подтверждение, что он как отличник, там, ждал экзамен. Для меня, например, никогда не было важным цифр, мне кажется, важно было сделать, по сути, лучший инвестиционный банк. У нас было, я хочу напомнить, что, когда мы делали тройку диалога в 2002 году, я пообещал, имея капитал 22 миллионов долларов, что тройка диалог будет стоить больше миллиарда долларов, своим сотрудникам сказал, что там, если это произойдет, мы сделаем лучшую вечеринку, мы будем лучшим работодателем на рынке, и мы построим партнерство, то там пройдет некоторые события, я там сделаю лучшую вечеринку, мы выплатим 10 миллионов долларов бонусов, всем сотрудникам, и я прыгну с парашютом, я очень боялся высоты, и в 2007 году мы это все сделали. Я должен сказать, этот вопрос был не в том, что она там стоила миллиарда, потому что это все условно и бумажно, через год случился кризис, и все это могло стоить вообще копейки, да, а в том, что вот это ощущение, что там, лучшая компания, что есть партнерство, это настолько было важно. Для меня, например, построить вот эту такую компанию, которая была вот там мечтой, то есть мы после крупнейших там трех западных компаний, будучи маленькой компанией, были лучшим работодателем для рынка, там, несколько лет подряд в те годы, да, будучи, в общем-то, не самой большой компанией по размеру. И это вопрос, как-то я оценив свой успех. Мне кажется, просто деньги это подтверждение того, что ты все это сделал правильно, потому что при капитализме действительно очень сложно быть очень успешным, и поэтому не трансформировать этот успех, в том числе какую-то монетизацию. Но все-таки это вторично, по сравнению с тем, что ты должен иметь какую-то другую цель. Как я, если правильно услышал, то это лучшая компания была определена лучшей командой, которая была в компании, то есть это один из критерий. Для кого-то было это важно. Например, для кого-то было важно, да, для нас было важно, что у нас был партнерство, что у нас был такой вот дух, а для рынка это было не всегда важным, был рейтинг, а сколько вы сделали сделок, как и ваши комиссии, там, и так далее. Это все тоже важный вопрос, который задавал рынок. Я должен сказать, на быстрорастущем рынке мы были менее эффективны, чем Ренессанс, наш конкурент, а на падающем рынке мы все время выигрывали, потому что когда происходили катаклизмы, мы все время выживали лучше. И в 98-м году мы выжили, в 2004-м году мы выжили, в 2008-м году, потому что у нас были отношения с клиентами другие, у нас были отношения с контрпартнерами другие. На самом деле, вообще такую репутацию, хочу привести один маленький пример. В 2008-м году, в сентябре месяце, случился кризис финансовый страшнейший, который пришел из Запада. И была дана команда всем финансовым учреждениям на Западе закрыть лимиты на российские компании, потому что было страшно, что здесь будет. И вот из пяти банков, в которых мы работали, три мне позвонили, главы ДЭСКов, и сказали, Рубен, если ты нам даешь слово, что ты выдержишь, мы тебя на два дня, лимиты не закроем, продержим тебя. Вот эти два дня, которые сделал, в принципе, чиф трейдинга другого банка, не будучи моим другом и не будучи никак от меня независимым, только потому что он понимал, что для нас это будет смерть, если мы там репо не сможем рассчитываться. И он понимал, что это очень важно, чтобы в этот момент он это сделал. Это стоит то, что ты там 10 лет на растущем рынке не делился по-другому. Для кого-то это важно, для кого-то это не важно. И, в общем, вот история конкретно, как это конвертируется в деньги. То есть 10 лет ты недозарабатываешь или что-то делаешь как-то по-другому. Вот он получает ситуацию, и тебя вот это вот… Два дня. Да. Два дня зарабатываешь. Два дня выживаешь, а не умираешь. Не зарабатываешь, а не умираешь. Это похоже на очень длинную рыбалку, знаете, сидишь, сидишь, и начался клев. Я надеюсь, что студенты банковского направления все-таки поняли хоть что-то, да, из того, что Рубен на настоящий момент нам сказал из этих непонятных слов. Но я понял, что это китайская философия, да, нужно ждать… Ждать… Я знаю последовательно. То, что я сказал здесь в этом пункте, надо быть последовательно. Должен быть очень четвертым. Ты должен выбрать свою модель. Она может любая. Она может быть партнер, что может быть единочальником, она может быть агрессивным внутри и вовне, она может быть оцелена на день. Главное, чтобы она была последовательной и была понятна твоим людям и рынку, и она была бы цельной. Тогда это все нормально. Если она такая хаотичная и критичная, то она разрушится очень быстро. Но все-таки инвестиционный банк, он не отпустил эту тему, да, потому что был создан бутик «Инвестиционный банк» после продажи. Это правда, но это он больше все-таки о другом. Он не то, чтобы как оградить услуги посредника, а больше быть как часть этого клуба. Потому что я говорю еще раз, я убежден, что в России нам присутствует очень непростой процесс. Это перехода собственности от одного поколения к другому поколению. В следующие 10-15 лет это будет подходить массово. И это очень большая будет проблема, потому что нет культуры, передачи по наследству нет. Вот кто из вас написал завещание, смотрите, пожалуйста. Вот у вас написано, только человек. Знаете, у вас 4, ну то же самое. 92% бизнесменов, точно так, здесь присутствующих, не написали свои завещания. Не написали завещание, не точно написали там кому, сколько, но это же целый процесс, это надо подумать. А 78% детей не хотят заниматься этим бизнесом родителей. То есть мы имеем двойную проблему, которая приведет к тому, что это будет очень серьезный, когда передел собственности, передел рынков, и этого нас ждет. И поэтому наш бутик, Варданян Бротов, партнеры, куда сейчас присоединился Андрей Данских, и с коллегой нашей Сбербанка, и его команда. У нас есть Феникс, который занимается тем, что я рассказывал. Это все об одном, как помочь людям в этой ситуации принять решения, которые очень непростые. Они не белые, черные. Они требуют серьезного обдумья, разговоров, в том числе финансирования. Потому что сейчас нет возможности на IPO выйти, публичное размещение сложно. Проверить западному клиенту или конту партнеру тоже сложно. Поэтому здесь очень много вызовов сейчас стоит перед нами. Поэтому мы занимаемся в том, что мы создаем всю инфраструктуру и бизнесовую, и благотворительную, и семейную, связанную с образованием, здоровьем и так далее. Это все об одном. Как идет экосистема, когда одновременно эта семья, которая обладает состоянием нескольких десятков миллионов долларов. Знаете, сколько в России миллионеров? На ваш взгляд, порядок цифр. Доллары в долларах? Да, около 200 тысяч человек. Это значит, я не говорю даже, я уже не говорю просто про владельца в квартир, в реминирном садового кольца, только квартира стоит около полмиллиона долларов или миллиона долларов, да, это обычно. Потому что там, в ней ты живешь, но тем не менее. То есть нас ждет очень серьезный, первый раз за 100 лет, с 17-го года прошлого столетия, когда надо будет это все делать, ведь мы пытаемся этому помочь. Это очень важный вопрос. Понимаете, что здесь большинство молодых, они сейчас думают не о том, что кому оставить, а когда получить, заработать что-нибудь. Они задумались, просто у начинающих предпринимателей никто не согласен их долги себе получать. Так, тебе долг перед этим банком, тебе долг перед этим банком, пока не нашли они таких родственников, кому можно было бы долги переписать. Я правильно понимаю? Я хотел бы еще поговорить о личном. А вот Татарстан тоже всегда ищет свое самоопределение на географическом месте, на национальном месте. И вот вы очень много помогаете своей родине, да, Армении. Почему у вас российский паспорт? Хороший вопрос. Так получилось, что в 91-м году, когда развалился Союз, я был в Москве, я получил российское гражданство, у меня нет армянского гражданства. Я помогаю очень много Армении и России, и миру, исходя из некоторых причин. Первое, для них сильно важно, чтобы, например, в глобальном образовании был лучший пример, и они находятся в разных точках мира, не только в России, как бизнес-школа Сколкова, или в Армении, как дирижанская школа, но и в Бразилии, в Японии я смотрю на разные проекты по миру, американские онлайн-проекты образовательные. Но Армения была интересна в другом смысле. Когда мы начали делать проект Армении 2020, 15 лет назад, это пример маленькой страны, когда ты можешь сделать изменения и видеть результаты очень быстро. Россия огромная страна. Одна из проблем России, любые изменения, которые ты делаешь, инерционность и масштаб такой, что ты эффект правильно-то сделал, неправильно увидишь очень долго. Поэтому, как раз, экспериментальность такой маленькой страны, как Армения, была очень удобна. И мы сделали очень удивительно новый подход. Мы объединили коммерческие проекты, благотворительные и социальные под одной крышей. И пытались сделать новую модель, которую, мы надеемся, может быть тиражирована на регионы, как Татарстан или другие регионы России, так и на страны, такие как Македония, Молдавия. Очень маленькие, не очень интересны инвесторам, не очень интересны обычно благотворительным, потому что они слишком большие, слишком маленькие, большие издержки, чтобы что-то там делать. И поэтому, как человек с членом Борда Международной финансовой корпорации, реально большие проблемы на развивающих рынках, особенно маленькие страны, которые не могут привлечь ни инвестиций, не могут привлечь внимание, если не будет только землетрясения, или тайфуна, или какой-то войны. Поэтому это был вопрос, как сделать так, чтобы можно было бы нащупать для этих стран, которых 25, какое-то решение, которое было бы приемлемо. И, конечно, армянские корни в дистанции помогали делать это, в том числе и в Армении, как бы выборовал. Но это, в общем, был больше такой пример для других. Это, знаете, заслуживает уважения, да, действительно, когда человек помогает своим корням. И я бы хотел рассказать, можно, спасибо. Я хотел рассказать вам пример, вам будет полезно здесь послушать, потому что я думаю, что все равно непонятно, что я говорю вам. Не-не, ну, непонятно, потому что, ну, такое, слова, слова, но они абстрактные слова, да. Кто из вас был в Армении? Ну, очень маленькое количество людей. Надеюсь, что у вас будет время приехать, посмотрите, где древняя страна, очень много интересного. Мы очень гордимся, мы первая христианская страна. У нас есть очень много монастырей, очень много храмов. И туризм у нас очень развит, но развит в основном диаспоральный. И туризм, как, приезжает в Ереван, столицу, и дальше оттуда едет на разные точки и возвращается. Дороги не очень хорошие, страна не очень богатая, намного, там, много есть проблем. И, понимаете, что ехать далеко на машине очень тяжело и устало. Мы понимаем, что надо что-то делать, менять ситуацию. И вот мы сделали маршрут, который делал кольцо, который за неделю можно указать всю Армению, не возвращаясь в Ереван. И вот на этом кольце мы видим точку, которая очень важная. Там находится монастырь. Он восьмом веке монастырь, был университетом. Туда очень сложно было доехать. Шесть часов дороги, на дороге по машине, по бездорожью, там автобусы не доезжали. В этот монастырь приезжал четыре тысячаек в год. Останавливали там снег, и очень сложно было попасть туда. Так вот, девять деревень вокруг этого монастыря, умирали безработицы, 50% безработицы. И реально люди не видели будущего. Молодежь себя уезжала, и все это было обречено. Европейский союз давал деньги на обучение бедным брекфастом. Все это не работало, потому что туристов не было. И, в общем, депрессия была полная. Мы долго думали, что сделать, и пришла идея, которую мы реализовали в 2010 году. Мы построили самую длинную канатную дорогу в мире, к этому она строит, через ущелье. Это 6 километров. Она входит в книгу города Гиннеса. И эта канатная дорога, она социальный проект. Она абсолютно, она не имеет возможности компенсировать. Изначально понятно было, что 12 миллионов долларов вложено в эту канатную дорогу, никогда в жизни не вернутся, потому что там таких денег даже не видели. Ко мне пришли люди с местной сказали, слушай, Рубен, мы тебе сэкономим 3 миллиона долларов. Я говорю, как? Ну, ты там 9 миллионов в каждой деревне по миллиону раздай, и будет намного лучше. Мы тебе все будем молиться, от тебя дороги сделаем, свет проведем, воду, и спасибо тебе большое. А на самом деле канатную дорогу где-нибудь в другом месте делаем, не стоит тратить денег. Зачем тебе взять и палить деньги? Я сказала, спасибо, но через 5 лет эти дороги придут неугодность, вода не поможет, люди уезжают. Мы построили канатную дорогу и открыли в 2010 году. Так вот, чтобы понимали бы, с первого года больше 100 тысяч человек приезжают туда сейчас, 150 тысяч в этом году, которые платят 11 долларов, доход 2 миллиона долларов общая от подарка сувениров и от билетов, 20 гостиниц, ресторанов и бет-н-брекфаст было открыто другими людьми вокруг этого всего. И мы там имеем землю, мы сейчас там строим гостиницы, наши собственные бизнесы. Теперь эти бизнесы уже окупаемы, потому что они могут быть успешными, потому что уже есть 200 тысяч туристов, 150 тысяч покупают билет, еще 50 тысяч приезжают просто так, ну, без канатки едут уже туда. И это просто изменило весь регион, да? Упало безработица. Не принципиально, там еще много проблем, но это просто кардинальное изменение региона самодепрессионного. И это пример того, как ты пытаешься начать, как сделать так, чтобы был бы проект в основном монастыря, и люди были бы тоже сказали, мы даем деньги на монастырь, на канатку не дадим. Кранатка и гостиницы, коммерческие, как это сделать все в рамках одного общего проекта. Вот тот философик, который мы пытаемся реализовывать. Сейчас социальное предпринимательство в цифрах. И не только в России как раз именно армяне занимаются бизнесом, а влияют на экономику. Я как раз готовил справку, может быть, будет вам интересно. Один из самых ярких предпринимателей из Соединенных Штатов Америки, Кирк Киркарьян, один из самых богатых людей Америки. Эдуарда Эрнекиан, это самый богатый человек Аргентина вообще, и один из самых влиятельных людей в Латинской Америке. Врачем Эрнекиан, Вангель, один из ведущих предпринимателей. Серд Чурок, ваш партнер, кстати, по одному из проектов, это один из самых известных предпринимателей Франции. Все-таки это какой-то национальный код. Вы так захватываете мир, я так понимаю. Не точно не захватываем мир, потому что армяне всегда были очень хорошо адаптировались, приадаптивность такого армян была. Мы действительно, если посмотреть историю Армении, армянского мира, мы работали везде, в Булгаре, в Булгаре раскопанном, Минтершем Амельичем, на самом деле там тоже армянская есть улица, и там, на самом деле, армяне торговали от Голомкома, был основан одним из основателей трех, один был армянин, Юр-Солимин тоже зашел. Селый квартал, да, в Сингапуре, до цели квартала Юр-Солимин армянская, не имея государственности. Это говорит о том, что вы давно начали это уже делать. Не, не, я всегда шучу, что армяне раньше, чем Фейсбук придумали сетевую нацию, то есть сетевые отношения мы раньше, чем Фейсбук просто начали реализовывать. Я о чем говорю, что все повторяется. На самом деле, представляете, вот в 15-16 веке армяне не имея государства, торговали от Гонконга до Петербурга и Парижа, и при этом это все работало, как именно там нации, не имеющие государства, не было пушек, самолетов или там корабли, которые защищали бы тебя. Была на самом деле сетевая система, которая позволяла там и в каждой из этих стран, в Китае, в Англии, я не знаю, в России были данные преимущества, что люди так делали хорошую свою работу, были образованы, говорили на нескольких языках. Армяне всегда говорили на нескольких языках, это было преимущество наше, потому что у нас был собственный алфавит, и люди всегда учили два языка, три, то есть это как раз мультикультурность. Но вообще люди не понимают, что Армения находится на стыке четырех цивилизационных потоков шиитского, суницкого, русского православия и европейской культуры. Это очень интересно, непростое место там быть, там, как вы знаете, у нас много было неприятных историй, тяжелых, и потери огромного количества людей, но тем не менее это даром преимущества. Поэтому преадаптивность, мультикультурность, диверсификация, это не просто мои слова, это исторически доказывает, что это очень важно. И то, что на самом татаре, в этом смысле, я хочу сказать, живущие по России, тоже обладают этим уникальными, потому что, с одной стороны, вы сохраните свою идентичность и, с другой стороны, встроившись в Российском империи очень качественно и грамотно адаптируют, получаете возможности реализовывать очень многие проекты. В этом смысле, Татарстан тоже очень хороший пример, как раз в мультикультурности, где русские, татары, башкиры, реализуют, при этом есть синетичность собственная, и это все, на самом деле, на стыке их работает. Поэтому, в этом смысле, я должен сказать, ваш пример, вашего региона, тоже очень показателен. Спасибо. Спасибо большое за эту оценку. Я как раз в дополнение скажу, что чем еще отличается миграция предпринимателей армян по всему миру, то, что инвестиции, мы все говорим о том, что у нас отток капитала идет из России колоссальными темпами, так вот, в Армении обратная ситуация. В Армении именно приток капитала из-за рубежа, именно армянской диаспоры, она превышает в разы оттока капитала. То есть, это говорит о том, что предприниматели армяне со всего мира инвестируют в экономику Армении и в развитие общества. Можно я скажу сразу, что, как любая вещь, она имеет свою положительную и отрицательную вещь. Потому что, получается, что 2 миллиарда долларов приходят в Армению с помощью диаспоры, а бюджет страны это 3 миллиарда долларов. То есть, в основном, очень существенно. Но так они приходят не как инвестиции, а как помощь, что они создают некоторую ежедневенческую модель, на мой взгляд. Они создают некоторую модель помощи, а не модель инвестиционную, что, конечно, вызывает вопросы. И в этом смысле это очень вызывает большие эмоциональные, конечно, потому что, понимаешь, как только взаимосвязь есть тесная, и это очень хорошо, что людям помогают, но что иначе вообще было потяжелево в Армении. Но, в основном, с одной неправильной культуры надо давать не рыбу, а удочку, а еще лучше удочку, это вопрос, который очень непростой для Армении. Когда привыкает к тому, что ты изначально получаешь какой-то поток денег, которые не связаны с тем, что ты делал, что-то хорошо. То есть вы как раз меняете вот эту парадигму? Попытаемся, мы пытаемся дать механику, которые давали больше удочку, и самую лучшую удочку, они просто помогали бы людям. Есть люди, которые нуждаются в любом случае, это там старики, инвалиды, дети, но это все-таки небольшая часть, а вот больше сейчас должны все-таки пытаться реализовывать проекты сами, на мой взгляд. Вы как раз говорили об образовании, об образовательных проектах. Мы сейчас как раз находимся в ведущем в ВУЗе Татарстана, Казанской Федеральной Университете, в флагмане экономического образования. Вы получали экономическое образование еще на основе политэкономии, и несколько раз высказывали, что за это время вырастить современную школу экономики достаточно сложно, и вот ваш смелый проект создания Сколкова, что стояло? Вы идеолог, основатель, сооснователь, вы были на старте президентом Сколкова, что это для вас, почему вы взяли такую смелую планку и какое будущее? Ну, я, Бабяш, потому что я, как бы любой предприниматель, немножко безумен, я делал то, что никто не может повезти, что возможно. То есть, когда я пришел, сказал, что мы будем делать бизнес-школу в России, мне сказали, что это невозможно, потому что, какому бизнесу можно учить в России, почему школа будет международная, сюда приедут на сами еще иностранцы, и будем делать ее там мирового уровня, и это было, конечно, такое, в общем, амбициозная мечта. Но у меня очень попростая логика. Если мы верим, что в России будет иностранная экономика, если мы верим, что Россия сохранится в глобальном пространстве, то не иметь собственной бизнес-школы мирового уровня невозможно, потому что невозможно послать людей только на запад или на восток, надеясь, что они вернутся и смогут здесь потом реализовывать свои там проекты. Я видел, что бизнес-школа, я был в Гарварде как раз в 2001 году, первый раз, и я понял, что бизнес-школа это не только знания, но это еще и связи, это общение, это очень важное создание экосистемы людей, которые вместе учась потом начинают достигать в разных точках. Я понял, что для России, просто если мы верим в будущее России, не создать такого лидера, который был как магнит, притягивал бы большое количество людей со всего мира, не только с России. Была идея, на самом деле, тогда была концепция BRICS, очень популярна, что для многих это будет удобнее в Москве учиться. У нас была программа MBA, 9 месяцев в России, 3 месяца в Китае, 3 месяца в Индии, и 3 месяца в Америке. Такая была идея, как бы сделать такую глобальную. Поэтому это был такой совершенно амбициозный план, плюс не на деньги одного человека, а еще коллегиально. Я собрал, в общем-то, и убедил людей очень разных стать вместе, иностранцев, и россиян. И это был очень большой вызов, удастся ли в России вообще что-либо сделать таким горизонтом, планированным. Я сразу честно всем сказал, что мы поймем успешно и неуспешно Сколково через 20 лет. В 2005 году мы начали проект, в 2006 году Владимир Путин заложил камень в наше основание школы, в 2009 году мы начали делать первую программу, в 2025 году мы скажем, нам удалось или не делать хорошую школу. И мне кажется, это было очень важно, чтобы, наверное, впервые в России на частные деньги был проект, который главный 20-летним горизонтом. Вообще, я считаю, это один из важных индикаторов проверки, что происходит со страной. Почему-то я люблю Татарстан, очень много проектов делается под давлением руководства, иногда под жестким контролем, но тем не менее, очень длинные, большие проекты, меняющие страну, там, республику, куда-то остаться именно с горизонтом 20-25 лет, а не просто там все, что сегодня. И это было важно. Попробовать им удалось, то, что им удалось поднять безумно большие границы денег и привлечь ребят очень разное. И вместе прошли этот и кризис, и все остальное. Очень важный пример того, что Сколково сегодня является лидером бизнес-образования в регионе. Да, не все, может быть, удалось, как хотелось бы, но точно, что Сколково это очень успешный проект, и я очень рад, что это вместе делали с большим количеством коллег. Я очень люблю коллегиальности, партнерства. Видите, у меня и в троке были партнеры, и везде у меня были партнеры по жизни, и во всех проектах. У меня вот бизнес-атлантах, у меня партнер Михаил Воронин здесь сидит, и в Фениксе, и в АБП везде есть партнеры. Я вообще в человека верю в партнерство. Хотя в России больше и начали, и верят в большую жесткую модель, иерархию, иерархию начальника, большого начальника, очень большого начальника. Вы знаете, за такой смелый взгляд я думаю, что действительно заслуживает большое уважение. Но я думаю, что уже сейчас можно сказать, что, блин, не оказался комом, да, то есть, хотя идет только еще 18-й год, но уже какие-то промежуточные итоги вы, наверное, победите. Во-первых, мне однозначно бизнес-школа Сколкова стала лидером. Мы, на основном, даже элементарно, хотя мы не получаем ни ваше никаких дивидендов обратно от вложения наших денег, но бизнес-школа прибыльная, что еще очень важно, что, знаете, что в мире всего несколько школ прибыльных, а все остальные убыточные, хотя они бизнес-школы, они учат бизнесу, но как сапожники, без сапог сами не могут быть эффективными, да, это меня всегда очень удивляло, во сколько на самом деле при всей сложности в самом себе содержит, в этом смысле это очень хороший показатель, плюс является действительно центром по очень многим программам обучения, в том числе ректоров, ректоров госпиталей, там, мэров, не только бизнес-предпринимателей, и очень приятно, я могу сказать, из Татарстана всегда, я не знаю, есть в зале кто там, кто учился в Сколково или нет, но из Татарстана с первого года всегда было несколько человек очень успешных, многие нанимают очень большие посты сейчас в Татарстане в бизнесе или на государственной службе, кто учили в Сколково, поэтому в этом смысле ты же понимаешь, успешность Сколково не по репутации бизнес-школы, не по имиджевым, не по рекламе, а количество успешных ребят потом становится выходцей из той или другой школы. хотел бы еще поговорить точно, ни одного вопроса не дождался, я точно по регламенту, я еще хотел задать такой вопрос, мне очень понравилось, очень понравилось ваше высказывание по поводу того, что никто не любит предпринимателей, то есть, что с этим делать, то есть, не у нас не любят, вы говорите, и за рубежом тоже предприниматели в целом вообще не любят, с чем это связано и что с этим делать? Ну, я вам уже сказал, во-первых, в фундаменте всего мы аномальное отклонение от нормальных людей, это первое, надо принять, понять и на этом успокоиться, мы troubles maker, то есть, мы создаем проблемы своим беспокойным, что некоторые предприниматели банкротятся, делают ошибки, делают неправильные проекты, и это все вызывает недовольство, во-вторых, конечно, это фундамент, вообще принцип отношения предпринимателей, это как бы база, второе, мы живем в циничном капитализме, капитализме бывает разное, как система капиталистическая, она имеет, как любая система, имеет свои экстремальные варианты, меньшие варианты, но у нас модель, где, в принципе, деньги не пахнут, знаменитое выражение Римской империи, да, Тита, это о том, что, весьма воспринимательная, о том, что неважно, как заработать деньги, как заработать деньги, форбсы не смотрят, ты сделаешь деньги достойно, недостойно, то есть в списке есть, и все, а как ты заработал, это несправедливо, это неправильно, и это в обществе не воспринимается, люди не готовы считать, что только деньги определяют твою, то есть ты богат, значит, ты изначально уже должен быть уважаемый, все-таки мне кажется, вот эта сбалансировка, сбалансированность, когда ты должен быть и уважаем, и звезд, для того, что в обществе тебя приняли как человека, и быть богатым, это очень важно, не сбалансированная Россия. То есть социальный эффект все-таки... Обязательно, потому что ты не можешь сказать еще раз, я заработал, а то, что я там уничтожил пол страны, или там, условно говоря, обманул количество вкладчиков, или там еще что-то, но не так не бывает, рано или поздно все догоняет, а должны догонять, или там, тебе не нужно подавать руку, ну еще какие-то даже манипуляторы, позволять людям чувствовать, что это не... Третье, давайте скажем честно, у нас очень жесткая поляризация, у нас, к сожалению, страна, где между богатыми и бедными огромный разрыв. И этот разрыв страшный по своему размеру, а это все опасно. Поляризация, как я говорил, поляризация идет и по деньгам, и по возможности путешествовать, и по возможности получить медицинскую помощь, и по возможности... Это уже не только в деньгах выражается, не только в том, что машина есть или нет, это медицинское обслуживание, это возможно отдохнуть, это очень много вещей социально, и это вызывает страшное раздражение. Когда, например, видишь страшные наши деревни, и потом видишь какие-то шикарные виллы, то, конечно, это вызывает как любого человека социально ориентированное, это вызывает недорогие. Последнее, что тоже важно, это просто не модно, потому что еще раз, в России успешность очень долго ассоциировалась с госслужбой. Все опросы, в 90-е годы это бандиты и проституция, мечта школьников была, потом на самом деле, ну это так, на самом деле, все опросы, рэкет, то есть бандиты и проститутка считались наиболее предпочитыми профессиями на самом деле, на самом деле, в 90-е, потому что они были понятны и там давали точно доход сегодня и сейчас, может быть, ты жил три месяца, но зато точно ты имел карьерный рост. Дальше потом пошла госслужба и я очень рад, что сейчас мы имеем изменение ситуации. Реально, то, что происходит сейчас в Москве и в мире, то, что мы здесь собрались, то, что в Олимпийском можно собрать на, вот наш товарищ Михаил Дагованин собрал 25 тысяч человек, которые весь день сидели слушать про предпринимательство, я не мог себе представить, что действие на такое возможно. Просто было не модно. Это невозможно было бы представить, что на Олимпийском, на пластмассовых стульях люди будут целый день слушать не шнура, как концерт, а шнур будет выступать, рассказать, как в каком предприниматель и заработать. Но это, в общем, на самом деле, очень серьезное изменение. Рекетеры бы за 10 часов все вывели бы. Поэтому, мне кажется, еще там тема модности, потому что это хайп, да, или как правильно будет, это на самом деле трендовый, это очень важно, не было модно, не было популярным. И это тоже меняется, потому что не надо быть успешной истории, должны быть. Я надеюсь, что, в общем, кто-то в зал там станет, там, завтра более успешным и сказать, окей, как это сделать, там еще раз, скачать всю эту аудиторию, общество в целом, что это на самом деле очень важный элемент развития страны. к залу мы сказали, я прислушался к вашим замечаниям, как Минти, как Минти, я сделал все верно. Соответственно, мы знаете, как делаем, так как у нас неудобны очень ряды, поэтому мы делаем живой микрофон вот здесь, друзья, хорошо? Поэтому подходим, у нас будет живой микрофон, пожалуйста, встаем в очередь и задаем вопросы. Хорошо? Соответственно, раз, раз, слышно? Представляемся. Здравствуйте, зовут меня Азамат, я учредитель стартапа, мы делаем сервис для криптофондов. Достаточно самая такая горячая сейчас тема, это искусственный интеллект, это крипта, это cyber security, data science и все самое такое интересное. Давайте вопрос. Да, вопрос в том, что вот вы сейчас упомянули, за 10 лет, со 2 по 12 год, ваша компания выросла в, ну, сделала 6x, как я помню. За это же время, как я помню, вы учились в Йелле, учились в Гарварде, по-моему, еще в Стэнфорде. Я не помню, во Франции вы до этого учились или в это время, я не помню. До этого, да. Вопрос в том, подготовился, что вас мотивировало к этому и что вы искали от университетов или от источников новых компетенций и так далее. Особенно такое небольшое дополнение, контекст создам. Сам я 3 года назад, будучи там в банке программистом, в 30 лет сорвался, уехал в Иннополис, там вот по этой программе Карна Гемаловна отучился, дальше развивался здесь. Давайте поаплодируем ему, да, то есть вопрос задан. Ты супер, ты молодец. Слушаем ответ. Ну, я же вот, у нас там табличка, что надо учиться всю жизнь. Я пытаюсь быть последовательным. Если я сказал А, я говорю Б. Если я в это верю, то я пытаюсь это делать. То есть я глубоко убежден, что любой человек должен учиться всю жизнь. И учиться, в моем понимании, должен быть и формально, и неформально. Так принято, я для себя заложил как бы минимум раз в два года уезжать на учебу, на неделю, на две, это недвительное обучение, где я просто вытаскиваю себя из существующего пространства в некоторое новое пространство, где меня понимают новые связи, новые идеи. Я слушаю совершенно новые истории. Я вот был сейчас в Гарварде, в Ямаре, и, например, ну, была программа «Так себя», хочу сказать честно, там было несколько очень интересных ребят, но там был кейс про клуб Барселона, футбольный клуб Барселона, и его сравнение с Реал Мадридом, и Реал Суседар. И там было не вопрос, кто лучше играет в футбол, там, я понимаю, здесь есть сторонники Реала и Барселона, я равнодушен к футболу в таком смысле. Рубин только все. Да, Рубин там, дай бог, что все, да. Ну, хорошо, и Рубин там снова вернулся на ведущий полиция, но возвращаясь, какая бизнес-модель? Вот принципиальное отличие Реал Мадрид от Барселоны, да, как они построили всю, и очень интересно, многие мысли, которые для меня важны, для моего бизнеса, никакого нашли футбола не имеют, никакой связи нету, но я понял, поэтому для меня это было важно сюда, для меня, я еще раз в год, вырываться из своего туннеля, мы все живем в туннелях, мы все живем, возьмите бумажку, делайте одно упражнение, большинство из вас, время будет удивлены, за три месяца последних, сколько интересных новых знакомых у вас появилось, что нового от неожиданного вы научились, какое новое количество ресторанов, вместо вы пошли, понимаешь, молодежь чуть больше будет, но вы увидите, что каждый год у вас это будет уменьшаться, а не увеличиваться, потому что мы живем в туннелях, которые мы сами создаем, эти туннели нам очень сложно не вырваться, вот мне считают, вырваться из туннелей это очень важная вещь, для дефекции, для быть любознательным, это вот то, что я пытаюсь сделать для себя тоже, это невластная вещь, но это иногда очень тяжело было делать, потому что кризисы, но я вот всегда в это делал. Спасибо. Здравствуйте, Рубен, у меня такой вопрос, нужно ли заканчивать школу с золотой медалью или МГУ за отличием, чтобы добиться таких же результатов, как у вас и попасть в список Forbes, или можно без этого? Спасибо. Точно можно без этого, я уже сказал, что я вообще, я уже вторично на нормальное отклонение, потому что я неправильно, что предприниматель, а еще и с неправильным бэкграундом, я по профессии своей, я, наверное, один из немногих, кто по своей профессии защищал диплом, по своей профессии учился, и по своей профессии заработал деньги, я один из немногих, у которых эта связка между образованием и результатом прямая, нет такой связи, я сказал еще раз, важно, кто вы, что вы можете делать, насколько вы готовы брать риски, насколько вы готовы выйти из зоны комфорта, насколько вы готовы брать на себя ответственность, насколько за вами готовы пойти люди, насколько вы готовы сформулировать правильно свою мечту, и за этой мечтой идти, и готовы ради этого жертвовать всем остальным, потому что у вас сильное это желание, потому что это очень важный элемент, так что это в общем никакой связи нет, никакой. Можно даже с красным дипломом построить бизнес, вот так вот. Пошелте дальше. Марсель Сабиров, Ассоциация предпринимателей мусульман России. Вопрос такой, для того, чтобы стать миллионером, мультимиллионером, вы изучили определенное количество там навыков, да, их как бы реализовали. Хотел узнать, какие вот три ключевых навыка вы бы ответили, и теперь уже выйдя за пределами миллионности, то есть стать миллиардером, какие навыки вы собираетесь изучить? Три навыка, которые позволят вам стать уже мультимиллиардером. Спасибо. Ну, я только, никогда не ставил, то есть еще раз, вот вы должны понимать, там, я заработал первый миллион долларов, там, и заплатил там все налоги, в 96-м году, когда, там, в 97-м году, я реализовал часть своего пакета, банку Москвы, и я, во-первых, потому что у меня миллион, несколько, там, долларов какие-то, потому что я работал, и, в общем, строил компанию, и не было никакой цели. Но жена-то заметила, я думаю, да, что миллион долларов? Нет, она тоже не сильно заметила, у нас там, да, спокойная отношение ко всем этому, было и у нее тоже. Мы никогда там не увлекались, ничего не собирали, не коррекционировали, там, ну, конечно, мы живем в очень приличных условиях, но никогда не было такой, какой-то, гонки за роскошью. Так вот, ну, это вопрос выбора тоже, как бы, образа жизни, там, я достаточно спокойно, конечно, летаю эконом-классом, могу, совершенно спокойно, лог-костером, если это удобнее, или как там чартером, зависит от того, что удобно, это очень большая, большая роскошь, имеет диапазон выбора, когда ты можешь от чартера до лог-костера, конечно, там, хуже, только лог-костером можешь летать. Я представляю, просто смотрю с утра, полечу, как я сегодня лог-костером, да, это стиль? Не удивляйтесь, я как раз, только что сегодня подвергнулся, что я лечу как раз лог-костером в одно из мест, потому что там вот так удобнее, на самом деле, быстрее. Возвращаясь к вопросу, вот вчера то, что мне рассказывал, я вчера на метро было удобнее доехать, я на метро доехал до встречи, совершенно спокойно, это большая роскошь. А какие навыки все-таки, вот три компетенции? Чтобы. Я думаю, что это сейчас была фотография для метаполитена московского, вообще просто реклама, то есть вы у нас можете встретить Рубена Варданяна. Каждый вторник в 18.30 станция Маяковского, да? Три навыка. Вот, мне кажется, не бояться, это очень важно, потому что страшно, страшно упасть, не бояться было очень важно. Второе, действительно, четко сформулировать свою мечту. Третье, уметь убедить людей, тебе поверить, и этих людей, поверив, удержать, развивать и вместе с ними идти. И как-то три важных очень вещи. Потому что страшно, тяжело мечтать о большом, когда, конечно, инвестиционный банк будет лучше в России, когда, в принципе, конкурировал, мы-то конкурировали нашей индустрией, мы не только с россиянами конкурировали, мы конкурировали с Goldman Sachs, с Morgan Stanley, и другими крупнейшими банками, которые пришли сюда, открылся. Goldman Sachs открылся в 92-м году, я хочу вам напомнить, мы, в общем, конкурировали с лучшими банками мира, у нас в индустрии очень непроста в этом смысле. Чтобы из него, я вам сказать, я вот сейчас учусь, вот я с месячем стать партнерами, для не того, чтобы стать мультимиллиардером, а для того, чтобы просто сохранить себя в тонусе. Например, я не знал только Дмитрий Портнягин, и я вот долго у меня все отговаривали с ним иметь интервью, говорили, что как можно, вот, где ты, там, где там он, я говорю, ребят, а у него полтора миллиона подписчиков, вообще он очень популярный, и в бизнес-блогерах он лучше, почему? И вот это вот для себя заставить выйти из зоны комфорта и пойти пообщаться, я там с ним сейчас дал интервью, мы с ним пообщались. Сегодня выходит? в общем, сегодня выходит. Там, вот, непростая вещь, заставить тебя, когда тоже не заобразоветь, а оставаться. Это не означает одеть зеленые или красные брюки и сейчас пытаться хайповать, и в 50 лет пытаться быть молодежным, там сейчас с вами и с вами идет джигу-джигу устраивать, но на самом деле... Семь вечеринка меняется, друзья. Но вот это вот сохранить возможность выйти из уже зоны собственного там комфорта, который ты создал, потому что ты успешен. Второе, всем учиться. Я уверен, что это то, что я хочу. Третье, уметь... Я пытаюсь этому научить, у меня есть, как любого, большого количества недостатков, я не очень сильно благодарю людей за хорошую работу. Мне кажется, что если бы Каша не подгорела, о чем я говорю, в общем, мы все пашем, как по-сумасшедшим, я работаю там 12 часов в сутки, иду сейчас и совершенно спокойно к этому отношусь и очень удивляюсь, когда люди почему-то в мужестве там, сделав какую-то работу, считают, что там надо быть очень благодарным, потому что они сделали сверх усилия. Я говорю, да, ну, хорошо, извините, мне казалось, что так и должно быть, а по-другому как может быть. Пытаюсь тебя исправить, это непростая вещь. Добрый день, Рубен, добрый день, Айдар. Волнительно очень задавать вопрос. Вопрос появился, когда вы сказали про то, что сейчас произойдет такое великое событие, когда будет отток капиталов в плане от взрослого поколения к младшему. Как туда попасть? Нет, не совсем такой вопрос. В России есть огромное, ну, огромное количество капитала, скрытого, так скажем, заработанного разными путями. Вот. И нет как такового венчурного образования у людей, обладающих этим капиталом. И стоит ли вообще взаимодействовать с такими людьми, которые некомпетентны в этом случае? Нет, взаимодействовать надо, знаете, со всеми, потому что надо обычно, я начинал бизнес, когда мне позвонил в 94-м году, я не буду говорить фамилию вице-премьера, когда начался мексиканский кризис, позвонил мне человек от помощника этого вице-премьера и сказал, Рубен Карлинович, кто такой Доу Джонс и почему он падает? Вот. 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 на самом деле, это всегда было так, что разрыв поколенческий существует, то, что делаете вы в биткоинах или в криптовалютах, там, если не понятно, то есть, вот мне сложно понять, почему WhatsApp стоит 20 миллиардов, честно, я вам сказать. человек, который вырос там на EBIT, марже, и всем о том, что надо считать, умножать и так далее, как может стоить компания, не имеющая даже бизнес-модели в будущем. Ладно, она сейчас не имеет, она в будущем не имеет бизнес-модели, стоит 20 миллиардов, не понимаю, поэтому сложно. Но вот это надо заставлять себя понимать, что есть новые. Поэтому надо общаться со всеми. Да, действительно, будет очень сложный переход, это очень много скрытого капитала, очень скрытого владельцев. Нажет очень непростой ситуацию, будет много рейдерства, будет много отъемок этих капиталов, потери этих капиталов будет. Многие семьи потеряют, потому что не будут готовы ко всему этому. Жены, дети будут не готовы к тому, что на них свалятся огромные суммы, огромные активы, им надо управлять. В целом, у нас в России больше на потоках построенная модель бизнеса, чем на капитализации. Поэтому есть много вызовов, но мне кажется, надо работать спокойно, поменьше будет часть того, что будет тоже существовать в России 100%. Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Полина. Действительно, задавать вопросы очень волнительно, но тем не менее, я задам. Я хотела бы у вас узнать, у вас ничего не было, то есть вы не родились в богатой семье. Как вы остались человеком? Как вы это все преодолели? Вы построили столько капитала, то есть вы стали миллиардером. Как вы к этому пришли эмоционально? Как вы не остались человеком? Знаете, у меня есть любимая одна из историй, я хочу с ней вам поделиться. Я не знаю, это правда или нет, но если даже это неправда, она мне очень нравится. Вы знаете, Цезарь был очень любим в Римской империи, он был не просто первым императором, он реально, его обожествляли, его настолько обожествляли, что когда он выезжал в Рим, то люди там столпами стояли, срывали на себя одежду, кричали бог, бог, бог. Но у Цезаря был один раб, черный, который стоял за его спиной, на колеснице, когда он выезжал, у него была одна функция, каждые 15 минут наклонялся к уху Цезаря и говорил какую-то одну фразу. Так эта фраза была Цезарь, ты человек. На самом деле, вот эта функция, мы каждые 15 минут тебе говорим, что ты не забываешь, что ты человек. Папитан Михаила взяли, да, с собой? Михаила нет, он пока мне такого не говорит. У меня есть люди, которые меня пытаются опустить на землю, часто делают очень больно мне, но, в общем, это я считаю очень важным. У меня отец был очень мудрым человеком, у меня сказал одну фразу, я запомнился на всю жизнь. Он сказал, жизнь переменчива, ты можешь быть очень богатым, очень бедным. Я очень рад, если я стал очень большим начальником, у меня появилась служебная машина в 24 года, я очень тяжело переживал, потому что мне было некомфортно, старше меня водитель был по возрасту, он со мной 27 лет уже, этот водитель, и у меня два было водителя, я один остался, я просто меньше езжу, больше пешком хожу. И он мне сказал, Рубен, ты должен быть готов, что в жизни всякое бывает, что такое, в общем, ситуация, что жизнь поменяется, и ты будешь водителем своего водителя. ты должен не поменяться, если ты это сможешь, то это значит, все у тебя нормально. В этой фазе я забыл на всю жизнь, я всегда думаю, могу ли я быть водителем моего водителя или нет. Хорошая, знаете, такая. Я даже не представляю, сколько он зарабатывает, чтобы потом аплодить за работу. Спасибо. Добрый день, меня зовут Сабина, я хочу сказать спасибо за все, что вы говорили, потому что, ну это отзывается, и я с командой, ну то есть у нас команда, мы занимаемся проектом с подростками, называется Фракция, и мы как раз учим их семейным ценностям, что родители это важно, что важно образование и самообразование, не нужно надеяться на университет, школу и все остальное. И мы пока очень маленький проект и, собственно, благотворительный. Я хотела спросить, можно даже очень-очень маленькому проекту вступить как-то в филин, или нужно уже быть довольно большим НКО? Нет, у нас из 52 фондов есть очень много небольших фондов. Вопрос в другом, что вы должны быть готовы, что филин будет подталкивать профессионализацию. Потому что одна из проблем благотворительности, я вам скажу честно, это очень эмоциональная вещь. И доноры, и те, кто занимается благотворительностью, основной движущей, мотив является эмоцией. Я убежден, что мы должны быть профессионализацией, сохранив эмоциональность. А профессионализация означает, что надо ввести, например, ну, не хочу говорить публично, но тем не менее, время прошло, уже смогло. Мы, когда взяли эти 52 фонда в последние 5 лет, если бы налоговая прошла проверять их, на номере, когда мы их брали, большинство может закрыть эти фонды. Не больше они воровали деньги. Там много абсолютно честных людей, которые, ну, они считали, что если они не воруют, и взяли наличные, эти наличные отдали людям, и не зафиксировали, ну, какие проблемы, они же не взяли себе в карман. И вот эта проблема, на самом деле, инсоциализация, профессионализация, благотворительность очень важная тема. Если вы к этому говорите, вам надо расти, вам надо становиться больше. Если вы понимаете, что бухгалтерия, HR, IT, все, то, что кажется, нам надо людям помочь. Я помню, пришел я, мы с Чулпаном, очень дружим, Хаматовой, и когда мы обсуждали, там, подали жизнь, это только начиналось, мы сказали, финансовый директор стоит вот такую-то цифру. Она говорит, но это три операции, то есть это три спасенных ребенка. Я говорю, ну, ты пойми, без финансового директора у тебя не получится сделать. И, в общем, она говорит, ну, я не смогу объяснить своему совету, почему должны платить за финансового директора такую цифру, которая на самом деле, ну, просто там, по-моему, моего бюджета. И мы договорились, я, там, горно-опетянычный, мы платили ему зарплату из наших карманов, мы им имплантом. Но вы видите, как подарить жизнь, когда он начал поднимать деньги другого порядка, потому что был профессиональный финансовый директор, я рассказал, по-другому, ну, она увидела разницу, и мы тут был ее разгар, это очень хороший пример, там, то же самое у нас с Костей Хабенским фондом, еще несколько, где мы пытались имплантировать, а сейчас мы помним, что имплантация очень сложная вещь, мы пытаемся создать эту платформу, сказать, ребят, sharing cost, это будет лучше. Если вы готовы, абсолютно мы готовы, потому что это еще раз вопрос, потому что вы должны понимать, что это будет не сегодняшний, а надо двигаться вместе дальше. Если вы не будете расти, если вы не будете расти, если вы не будете расти, не будете меняться, тогда мы от вас откажем, скажем, ребята, вы идите сами занимайтесь своим делом, потому что вы не хотите меняться. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Егор, я студент третьего курса экономической безопасности, хотел поблагодарить вас за такую возможность, ну, и, собственно, вопрос. В начале своей предпринимательской деятельности с какими факапами, неудачами вы сталкивались и какие уроки вы выносили? Можете поделиться какой-нибудь интересностью? Почему только в начале, я сейчас сумею, у меня их много, вас только прошлое не волнует, интересует, у меня столько проблемных решений. Самый главный проблем неправильные люди, номер один. Ты выбираешь, ты думаешь, что ты уран человек, а на самом деле это очень сложный процесс, нет идеальной формулы, как можно найти правильных людей, процесс постоянно требующий, постоянно настройки, главные ошибки связаны с людьми. Просто номер один, там больше. Номер два, когда я сам себя обманывал, пытался сказать, что у нас такие принципы, но вот здесь я немножко, чуть-чуть слукавлю, потому что ну так хочется, ну так вот, ну так хочется эту сделку сделать или так хочется что-то там сделать. И тут же получаю по голове, я могу сказать, у нас было несколько ситуаций, когда мы нарушили какой-то наш внутренний окопативный кодекс и в общем, потом мы очень сильно долго расплачивались за это. А третье, когда слишком много чего хочешь, одновременно очень много, и это были ошибки, которые делались на стыках, когда много, сразу одновременно желание делать несколько вещей, и ты не конструируешься, и тебя раз в фокусе взяться, и ты теряешь, потому что просто не докрутил на определенном этапе, поэтому, ну люди все равно номер один нам с большим отрывом. А вот по поводу слишком много всего хочешь, как быть в этой ситуации? Вот я сам сейчас на старте, скажем, и очень много всего хочется, как в этот момент себя... сделать упражнение, от чего ты откажешься в последнюю очередь. Вот у тебя есть, вот Гриша, вот если все то, что у меня есть, если мне поставят пистолет как в искусстве, у тебя есть один патрон, от чего ты откажешься в последнюю очередь? Вот если все эти цепочки всего, что у тебя предобудит, все выборы, там, различных вариантов развития, и все остальное, вот от чего ты откажешься в последнюю очередь? Это поможет тебе, да, потом, тогда, так точка опоры, дальше мы можем устраивать, как этому мешает то или не мешает то. пистолетом на выходе выдавить, да, можешь просить. Спасибо большое. Ребята, я предлагаю не хлопать бы, скажу вопрос, значит, не, конечно, с точки не... Добрый день, меня зовут Максим, меня интересует вопрос, какой для вас наиболее приемлемый режим, авторитарный или демократический в бизнесе? Это первое, и почему? И второе, при принятии решений, вы руководствуете, ну, многие руководствуются главой, аналитикой, то есть, да, а потом с сердцем. А многие говорят, аналитика это хорошо, но все-таки сердце мне подскажет, ну, так называемой чуйкой. Вот мне интересно оцифровать в процентном соотношении. И почему? Спасибо большое. Друзья, мы у нас регламент, поэтому мы больше в очередь не встаем, то есть у нас вот это заключительные вопросы. Подвинуты. Очень хорошие вопросы. Мне повезло в своей жизни, я общался с очень большим количеством людей, и разными очень, и как институционный банкир, и как человек, который делает проекты большие, у меня действительно уникальные там, от Джорджа Клуни до главы Нобелевской премии, женщины, которые там спасают мир. И я имел честь общаться с человеком, который основал Сингапур, премьер-министр Лик Ванил, ну, наиболее авторитарный человек, который я встречался. но он пошел в великую страну, сделал великий проект, там люди имеют 300 долларов на человека, в 65-м году, когда он вот скончался, несколько, там под 90 тысяч, да, ну, как считают, 58 тысяч долларов на человека, не имея нефти, и газовое все. Авторитарный режим при гениальности человека более эффективны. Это правда. Потому что принятие решения, скорость принятия решения и имплементация ускоряется. Проблема преемственности очень большая. И проблема ошибки любого человека, который может прийти к фиртальным вещам. Я, как я сказал, мне больше нравится коллегиальность. Это намного менее эффективно с точки зрения консенсуса, разговоров, трата времени. И мне очень разговаривали, что ты не принимаешь решения, сколько можно за это обсуждать. Вот я 5 лет обсуждал делать форум, и все, 5 лет оттягивал, не так, не то, не так, не то, не те люди. Мы все пытались. Ну, пришел Миша Воронин, сказал, я уже сделал 3 форума, давай будем партнерами. Поэтому это очень хороший пример, как был на самом деле. Он один был без партнеров, и, в общем, как мог, так и принимал решения, так и сделал. Вот получилось, а мы там долго обсуждали это все. Но я сторонник коллегиальности. Я считаю, что долгосрочно, с точки зрения устойчивости, это намного более устойчиво. Что касается Чуйки, ну, вот этот Татэ, очень хороший пример. Все консультанты, мне говорят, что невозможно. Ну, вот они говорили, 4 тысячи туристов, ну, будет 20 тысяч туристов. 20 тысяч туристов не окупается даже операционно, то есть, на самом деле, ты еще будешь каждый год доплачивать. Ни один Международный институт, ни БРД, ни АФС, мы не можем давать такие рискованные проекты, деньги, потому что это нереально. Я не знал, что будет 150 тысяч, честно. Я там, может быть, я вижу, там, может быть, 250 тысяч будет, на самом деле, реально. Вместо, мы будем 6 часов ехать. Но Чуйка того, что ты понимаешь, какие-то базовые, ключевые аналитические вещи, а дальше говоришь, окей, мы живем в стране, где спрос предложения не всегда так, что есть спрос, надо делать предложения, ты даже сам создаешь спрос. То есть, то, что люди даже, то есть, если мы провели бы опрос в Ереване, поедели в Татеве, если бы там был сам Линдоган, то есть, точно сказали бы, что не поедем, или поехали бы, там очень маленький процент. Но когда только это возникло, вдруг возникло, что, наверное, был голод на новую точку, потому что все устали от Гарни и Герард, очень красивые места, очень близко от Еревана, фантастические два храма, но всем хотелось бы что-то еще. Это вот пример того, что ты должен иметь аналитические некоторые ключевые базовые точки, но Чуйка очень важная. Для меня, например, интуитивная 80 на 20, я никогда не пытаюсь 100% получить информацию про меня для решения. Я услышал, спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Василий, обучаюсь на третьем курсе Мехмата. Хотел бы для начала просто спросить, кто-нибудь читал книгу «Богатый папа, бедный папа»? Поднимите руку. Вау, как много. Самый богатый человек у Вилоне. Интересные книги на самом деле. Так вот, в книге «Богатый папа, бедный папа» главный герой слушал советы богатого папы. Как задавали все эти азы, чтобы в конкретных каких-то ситуациях человек мог принять правильное решение и получить то, что он хочет. Как бы можно было бы перенять ваши азы, вашу харизму, ваш характер, все максимальные черты, чтобы принять в любой ситуации нужное решение и правильное решение. Может, как-то личным советом посоветуйте, может, чтобы в дальнейшем это дало свой результат и, допустим, лет через 10, когда вспоминать будем данную аудиторию со смехом. Это все-таки не смех матов, а к медицинскому. Да, да, да. К планированию личности. Да, да, да. Ну, во-первых, я точно принимаю не все правильные решения, у меня есть много, видите, какой у меня вес лишний, я никак не могу с ним разобраться, поэтому поверьте, что я не самый идеальный человек, чтобы пытаться повторить все, что я делаю. Второе. У меня четверо детей, они настолько разные и настолько по-разному мы с ними общаемся, настолько по-разному им важно что-то и настолько по-разному надо с ними разговаривать, что я не представляю, что есть какой-то алгоритм, который позволит с каждым из вас разговаривать одним и тем же, и выводом. Я уверен, что в этом зале сейчас, если вы выйдете из этого зала и вас на выходе остановят и спрашивают, а что было, каждый из вас расскажет совершенно разную историю. Потому что вы все слушали одно и то же самое выступление. Для кого-то зацепила одна фраза, кого-то вообще ничего не зацепила, потому что было не то, о чем I ожидал. Кого-то зацепила история, которая позволила как у меня с Барселоной понимать о чем-то своем. Вообще никакой отношения к тому, что я говорил не имел, но я дал толчок к тому, что о чем-то подумали совершенно своем. Кого-то я вызвал раздражение, я сказал. «Ах так, я делаю лучше, чем он, потому что он лучше, чем я абсолютно нормально будет и это будет все тогда в одном и то же на то что здесь слушали варда няна и мне кажется это разнообразие есть прелесть на самом что вы там просит играет там вот там или смотрят там свои молы и вообще не слушал ничего просто на ваш мудро на его прийти не на него не удобно варда я не добыл пока что тоже было варда няне на это на самом деле тот час здесь прошу присутствует часть любопытства даже немного варда не надо пойти ваш раз все пошли я тоже пошел ну тогда это нормальная абсолютная реакция здесь людей что какой-то горечь людей ушеду услышал для себя и этот толчок когда ты говоришь через 20 лет у меня была одна лекция и я могу вам сказать одну историю она не могу открывать там правильно там название университета но меня она очень нравится был приглашен очень известный бизнесмен мирового уровня на 20 тоже принято да когда выпускной выступает тот он нам на там такой речью перед дипломниками ну да и скажем так чтобы вам было легче гарвард гарвардский университет бизнес-гарвардская бизнес-школа выступает варен баффет чтобы тоже ну там простить ситуации не хочу нам это 80-е годы и он выходит я варен баффет я там таком году родился как он начал делать бизнес в таком-то я начал зарабатывать 8 минут 15 рассказывает одностанавливаться суть я смотрю на вас такие здесь и сытый вот такие потухшие глаза настолько вам не интересно что не хочу разговаривать и уходят начинается безумный скандал поднимать юристов америка ну и в общем доказывает что ничего не нарушил до него лимита времени было нужно сказать себе о своей работе он рассказал 15 минут или полтора часа ну в общем все шоке все оканчивается очень неприятный нам разговор как он мог то далее так далее проходит 25 лет и проводится анализ успешности выпускников это бизнес школы так вот этот курс набился самого большого успеха за всю историю бизнес школу по что он через эту речь который совершенно было осознанным сделал провоцирую ракуационно спровоцировал их на то чтобы по-другому если он сказал ребят вы крутые вы лучшие вы самые молодцы в этом был бы дай богом эффектно должен сделать так что этот курс с отрывом два раза ли там что-то больше добился успехов чем все остальные курсы поэтому это совершенно разные на самом деле ваш опыт настолько бесценный как я все понимаю я примерно год назад познакомился с долларом одним миллионером это грушилевский игорь марсович мы знакомым я понимаю что его все знания отдают сумасшедший результат и поэтому я стремлюсь таким людям как говорит сам брайан трейси слушай тех кто добился тех результатов которые ты хочешь потому что в какой-то момент жизни те люди на которых ты сейчас слушаешь были в такой же ситуации как и ты сейчас конечно отличный апаре рубен карлина и здравствуйте меня зовут никита рассильников я студент первого курса внимание вопрос вы согласны с цитатой сергея галит кого что mba выращивает бройлерных куриц это жестко не осталось я прием цифру по воду форчин фарфан это опять ваших амбиции mba на другом был я очень много учил амбей как я сказал мы все боимся mb хиджи лу даун сайс mb mb и бара тебе быть уверен что ты получишь от него тысяч долларов в год зарплату некоторые шли в имени рождать чемпионами а чтобы минимизировать свой минимальный пол это поэтому такое это как машина на столько она полетит а там эта машина на то что человек выхода из инженеров на 60-70 году очень много военных инженеров которые уходили в россии после второй мировой войны и для них нам знание маркетинга финансового очень важно этот период и базар сразу увеличить свою западу и он знал точно что меньше чем 100000 не будет получать год и сами приводил другой категории поэтому это это другая все и большинство людей не же не хотели юридически брать поэтому mba называется бизнес на самом нет управленцы которые заправлены с хорошие грамотные правильные они очень нужны это управленцы в этом нет ничего плохого или хорошего я за не более на курицу нет конечно ваш никто из них там товарищи люди но это немножко такая аллегория чтобы показать ярко эту сказать согласен я нет но смыслю да